С первым ВК-фестом во Владивосток неожиданно для традиционно прохладного июня пришло самое настоящее лето, но даже жара по 30 не отправила всех этих людей на море. В субботу набережная цесаревича была буквально усыпана звездами. Владивосток 2000 и даже Ольга Бузова на фестивале ВК-фест во Владивостоке запела строчки из песни «Мумий и тролля». Ну а здесь сегодня собралось более 15 тысяч человек. Все билеты распроданы, люди пришли, чтобы послушать любимых артистов. А еще Моригу, Эльдар Джарахов, Мия Бойко, Каракрос, хедлайнер, события Баста и другие звезды прилетели на фестиваль. В этом году ВК-фест впервые добрался до Дальнего Востока. Из Владивостока команда проекта отправится в Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву и Сочи. Это не только про музыку, здесь и блогеры, и мастер-классы, и лекции, и различные тематические площадки. Самое важное, что мы привлекаем большое количество региональных участников. И здесь, например, можно увидеть большинство, в общем-то, тех, кто представлен на Дальнем Востоке. Я говорю и про различные музыкальные кружки, где, например, на набережной учатся играть на барабанах. А вот самые маленькие гости фестиваля в восторге от собаки-робота. Инженеры робототехники на праздники делятся достижениями и ищут новые таланты в своем направлении. Есть такая замечательная песня группы «Браво», там есть такая строчка «Город живет счастьем своих людей». Это правда. Мэр Владивостока признается, если бы не отложные дела по работе, с удовольствием послушал бы Басту. Ну а жители и гости города рассказали съемочной группе общественного телевидения «Приморье». Это, кстати, мы о своем выборе. «Басту», конечно. А еще кого знаете? Ну вот Ольга Бузова была. Я боюсь, я слишком стараюсь, чтобы знать остальных. Из артистов, да вы знаете, абсолютно все. Ну, очень даже хлопали вместе со всеми, вместе с молодежью. Все были очень классные. Танцевали? Бузова танцевали. Сегодня у меня челлендж – набрать максимальное количество подписей на этой футболке. Здесь отметились уже такие популярные блогеры, как Вован. Не менее популярный блогер, но известный около Владивостока – Олеся Рожкова. Готовы! Отдельную площадку на фестивале отдали по творчеству художников из Владивостока. Это, например, работы художников Макеевых. Отец и сын представлены вместе. Вот эта картина у нас называется «Андреевка». Идет вечная борьба с жуками. Лето, природа, все по классике, наши красоты. Увидеть шедевры живописи в миниатюрной Третьюковской галерее, побывать на лектории с известной телеведущей Юлией Барановской или послушать самого реального пацана России. Кажется, здесь возможно все. Ну так-то общественное телевидение, Приморье, привет! Привет! Желаю вам эфиров качественных, веселых, увлекательных. Косплееры говорят, у них здесь своя тусовка. Устроили дефиле костюмов и с удовольствием позируют для фото. Над образами косплееры трудятся неделями. Большую часть наряда создают своими руками. Здесь есть ПВХ-пластик, внутри лезвие, фанера. А вот эти все щупальцы, они из коврика для йоги. Класс! Так вы, получается, еще йогой занимаетесь? Коврик порезан, теперь не занимаюсь. Нам захотелось внести, так сказать, свою депту в то, что сегодня здесь происходит. Напомнить о старом добром Ивана Васильевича меняет профессию. Кульминация фестиваля выступления Василия Вакуленко. Басту во Владивостоке встречают не просто тепло, а по-приморски горячо. Любимые песни поют все вместе. Баста подарил мне детство, поэтому я пришел только ради него. Каждая песня, как будто бы проживаешь вот то, что у тебя было в жизни, и он об этом поет, как будто знает. Когда меня не устану, буду петь я вас самим. Моих детей и голосами их детей, нас просто меняют местами. Таков закон сам Сары. Первый ВК-фест ярко ворвался в жизнь морского города и явно задал высокую планку для фестивальной истории всего Дальнего Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова